Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Сегодня мы поговорим про привычку тупить. И это касается всех. Связано это с последним случаем, который у меня произошел. Сейчас я про него расскажу и очень рекомендую вам так не делать. У нас есть общий чат с моими студентами. И я, когда у меня появляется возможность скинуть какие-либо работы по фрилансу, не только от меня, мне пишут мои друзья, знакомые, просто заказчики со стороны, и говорят, что вот мы бы хотели, я постоянно передаю им своих студентов, которых обучила работать в Adobe Illustrator, для того, чтобы у них нарабатывался навык. Когда-то это работа на постоянку, когда-то это part-time, но чаще всего это фриланс. Все равно, разместив свое резюме 3-4 фриланса, вы получаете бонус над теми, кто этого не имеет. Соответственно, у вас есть опыт работы. Так вот, я размещаю в общем чате и тишина. Классная вакансия, вот прям целевая, бери, делай, надо делать разработку, там дизайн, раскладывать дизайн на лекалах. Вот не надо так. Если вы действительно хотите искать работу, даже если вы ищете работу на полный день, хватайтесь за возможности, делайте, выкладывайте это в свое портфолио, добавляйте это в свое резюме, для вас это плюс. Это значит, что вам не все равно. Не тупите, не ждите, пока оно само придет. Если оно прилетело, вот вы на него посмотрели, если чувствуете, что вам бы хотелось, надо пробовать, не надо сидеть и ждать, пока что-то само рассосется. Номер 2. К вам должны все прийти и вам все сразу предложить. Никто к вам не придет и ничего не предложит. Вот я уже пришла, предложила, а они сидят тупят. Это, кстати, была моя проблема, когда я, ну я-то классный дизайнер, ко мне должны все прибежать, и сейчас мне там все предложат, и повышение, и денег больше еще, но я-то тут такая замечательная. А кто об этом знает? Я об этом кому-то сказала, я сходила к руководству, с ним поговорила, я сообщила об этом, я еще что-то сделала. Нет, и никто об этом не узнал. Люди не телепаты, они не умеют читать ваши мысли. И даже если вы классный дизайнер, вы разместили свое резюме, сложили вот так вот лапки на груди и сидите, ждете, что к вам придут и предложат вам что-то, вам не предложат. Вам нужно идти и набивать свои шишки, вам нужно стучаться, говорить, что я хочу у вас работать, проявлять инициативу, отправлять свое резюме, показывать его, рассказывать о том, что вы такой замечательный есть. Сколько есть людей, которые пишут романы в стол, и никто никогда не услышит о них, потому что эти романы лежат в столе. Вот вы, как этот роман, лежащий в столе и никуда не двигаетесь. Для того, чтобы вы увидели, его нужно хотя бы в социальную сеть опубликовать, его хотя бы кто-то прочитает, кто-то им поделится. Так и у вас. Поэтому я всегда говорю, ведите социальные сети, активно действуйте с работодателями, отправляйте свои резюме. Не сделали эту вакансию и сидите, отправляйте ее везде, стучитесь в разные двери. Вам скажут сто раз нет, но будет одно заветное да, и это будет ваше да. Не тупите, вот прекратите тупить. И это вот как раз мы придвинулись к пункту номер три. А вдруг мне скажут нет. Вам скажут нет. Еще раз. Вам скажут нет. Нет, нет и нет. Вот если кто-то думает, что я такая замечательная, пушистая, на меня там что-то свалилось. Я когда была студенткой, у меня не было никаких связей и знакомств в этой сфере. Но я поняла одну вещь для себя. Я хочу работать дизайнером одежды. И я буду для этого делать все. Я пока студент, опыта ноль, хваталось за все подработки, за все фрилансы, за все конкурсы, которые только у меня были, возможности. Когда я училась и заканчивала, у меня было две работы. И я писала в этот момент диплом. То есть я к тому моменту уже была пристроена. И потом я уже была пристроена, я дизайнер по трикотажу, работала дизайнером по трикотажу. Мне сказали, что это вообще невозможно. Ты никуда не... Нормально, все возможно. Сколько я прошла собеседований, сколько раз мне сказали нет, сколько раз я отправляла резюме, где было написано на вакансии, что опыт от трех до пяти лет, а у меня его ноль. И, естественно, меня именно на такую должность и взяли. Почему? Потому что нужно проявлять инициативу. И запомните очень классную фразу, русская пословица. Под лежачий камень вода не льется. Прекратите тупить, начинайте двигаться, и все у вас получится. И не бойтесь отказов. Это вот наша школьная система образования, она наказывает за отказы, и она наказывает за ошибки. Ошибки – это ваш бесценный опыт. Почему я так спокойно сейчас реагирую на то, что мне говорят «нет?» Почему я так спокойно реагирую на то, что мне говорят «нет, вы нам не подходите?» Ну, хорошо, я вам не подхожу, значит, я подхожу кому-то другому. Я же не стодолларовая бумажка. Она тоже не всем, кстати, нравится. Кто-то говорит, что мало. Поэтому это нормально. Это формирует вашу самооценку, ваше самоосознание, ваше понимание того, кто вы, что вы, и как лучше было сделать. Иногда бывает, вы приходите на собеседование, и все классно, и хотелось бы туда пойти работать, но вот чего-то там не получилось, и вот это чего-то не получилось, на следующий раз вы учтете, придете и сделаете как надо, и вас возьмут. Не бойтесь, своих «нет». Если вы еще до сих пор сомневаетесь, вам нужно услышать свои первые 100 «нет», а потом вы услышите «да». Когда услышите, напишите мне, я уверена, что вы найдете то, что вы ищете. Не тупите, делайте, шевелитесь, и у вас все обязательно получится. А если у вас уже есть классные истории, когда вы услышали 10, 20, 30, 100 «нет», и потом услышали заветное «да», обязательно поделитесь со мной в комментариях, для меня это будет очень ценно.